Уважаемые коллеги, мое почтение! Прислали мне сегодня основу для брожения яблока. Сейчас буду из нее ставить брагу. Натуральный продукт, основа для брожения яблока. 3 килограмма. Натуральный продукт, произведенный из яблочного пюре и концентрированного сока. Данная основа используется для приготовления фруктовой браги. На контр-этикетке у нас состав. Яблочное пюре, яблочный жмых, концентрированный сок яблока, сахар, вода, регулятор кислотности, лимонная кислота. Дозировка. 3 килограмма основы для брожения, добавить 5 килограмм сахара, влить воды 18-20 литров и дрожжей 130 грамм. Дрожжи тоже мне. Сам самогонщик компании прислали. Вот такие называются. Соколиная охота премиум, турбодрожжи 48. 110 грамм. Но я думаю, одной пачки на одну канистру будет достаточно. Так, этими дрожжами я еще не пользовался. Как раз вот и дрожжики эти тоже мы с вами проверим. Что такое? Ставить буду я сразу из двух канистр. У меня 65 литров бочка. Ну, будет нормально. Как раз вот эти две канистры на 65-литровую бочку. В итоге хочу все это дело сбродить и далее получить дистиллят. Перегонять буду на прямотоке на медном шлеме. Посмотрим, вкусно ли будет, невкусно. Поглядим, увидим. Так сразу и не скажешь. Ссылочки я оставлю в описании под видеороликом, где все это хозяйство можно приобрести. Там Озон, Валберес, как всегда. Я люблю вот Озон, Валберес. Там доставка бесплатная, тем более сейчас практически в любом населенном пункте есть пункты выдачи. Вот, у меня вообще он прям под окном спустился, из подъезда забрал и вернулся домой. Очень удобно. Все, начинаю ставить брагулю. У меня есть видеоролик. Я вот такую вот основу брал. Изабелла виноград. Вот на ней получился замечательный дистиллят. Вот на яблочную не брал, еще яблочную не брал. Посмотрим. Но вот на Изабелле получилось вкусно, питейно, приятно. Мне понравилось. Попробуем яблоко. Так, естественно, нужно будет сейчас яблочное пюре. Знаете, как пахнет? Как вот детское яблочное пюре, которое продается. Прикольно. Так, сейчас вот выливаю. И канистру надо будет ополоснуть водой. Потому что там реальное такое пюре. Это не просто жидка. Да, пюре. О, реальное пюре. Да, канистрочку нужно будет ополоснуть обязательно водой. Так, дрожжики вот эти, насколько я понял, они работают даже при низких температурах. В общем, вносим дрожжи при где-то 30, наверное, да? Где-то при 30 градусах. 33-35 градусов. Вносим дрожжи. А работать они могут, начиная от 17 градусов температура в помещении, если будет. В общем, получается, не подогревать брагу там ничем не надо, если что. Ну, я буду просто сбраживать, ну, ты глянь, при комнатной температуре. Хорошо закрыто, устанешь открывать. При комнатной температуре просто буду сбраживать. Вот такая жижка. О, вкусно как пахнет. Вот прям вспоминаю, вот это вот пюре детское в баночках яблочное. Отлично. Всё, сейчас ополаскиваю канистры. И получается, так, сколько здесь? 18-20 литров воды. Ну, в общем, залью. Так, это 20 литров воды на одну канистру. Залью, получается, сейчас 40 литров воды сюда нормально будет. Да, и так, а получается у нас дрожжей на одну канистру надо 130 грамм. Ну, тогда 2 пачки дрожжей возьму и сахара возьму 10 килограмм. В общем, 10 килограмм сахара, 2 канистры, 40 литров воды и 2 пачки дрожжей. Ну, возможно, и одна пачка справится. Ну, буду делать по рецепту. Написано 130 грамм дрожжей на одну канистру. Значит, возьму 2 пачки. В общем, так, сейчас пойду за сахаром. Теперь заливаю 40 литров воды. Вода теплая примерно 38-39 градусов. Ну, что ж, все готово. Теперь нужно тщательно размешать. Аромат стоит яблочный на всю кухню. Пахнет очень вкусно, мне нравится. Все, сусло размешал. Сейчас померяем температуру. 33-35 на дрожжах написано. При температуре 33-35 вносить дрожжи. Но, по идее, она где-то так должна быть. Потому что сахар. Сама это бражная основа. Ну, и плюс вода где-то была 38-39. Ну, вот, 34 где-то с половиной. Нормально. Так, дрожжики я уже открыл. Высыпаю. В принципе, я не знаю даже. Ну, делаю по инструкции. Хотя, я думаю, одна пачка бы, наверное, сбродила. Ну, будем делать по инструкции. Засыплю две пачки. Так. Засыпал две пачки. И сейчас нужно перемешать. Так, а чем перемешать? А, вот, в принципе, большое весло не нужно. Вот есть. Есть у меня маленькое весло. Сейчас я им, в принципе, и перемешаю дрожжики. Так. Дрожжи пахнут аскорбинкой. Ну, вот и всё. Оставляю на брожение. Закрываю крышкой. Пускай стоит и бродит. Прошло два часа. Уже идёт активное брожение. Аромат вообще яблочный. Ах, очень вкусно пахнет. Вот сейчас ещё сильнее пахнет яблочным пюре, нежели когда я наливал. Вот сейчас, когда брожение пошло. Вообще прекрасно. Посмотрим, что будет в итоге. Но сейчас вот какие ароматы стоят яблочные. Это просто что-то с чем-то. Очень вкусно пахнет. Прям вот стоял бы, нюхал бы и нюхал. Если будет такая, хотя бы приближённая ароматика в дистилляте, я буду просто счастлив. Так, сегодня пятнадцатое число. Ставил одиннадцатого числа. Получается, четыре дня прошло. Думаю, дай-ка загляну. Вот, забросил туда ориометр. И смотрим, что он у нас показывает. А показывает он у нас ниже ноля. Чутка ниже ноля. Отлично. Значит, брагуля выбродила. Аромат, кстати, приятный у браги. Но уже конкретно такого аромата яблочного пюре нету. Но аромат приятный. Я чувствую, что аромат яблока есть. Ну всё. Можно уже перегонять. И на аромат вообще... О! Целлофанка от сахара попалась. Зараза. Блин, аромат просто прекрасный. Посмотрим, что там будет на выходе. Конечно, не знаю. Но аромат замечательный. Так, собрал аппарат. Люксталь 8М. 37 литров в куб. Увеличитель на 20 литров. Поставил тен. Работать буду на тене. Сейчас сливаю аккуратно. Так, что мульда останется. Она будет на дне. Болтать бочку не буду. Вот. Всё это будет на дне. Она нам совершенно не нужна. Ну и всё. Обязательно ставлю медяху. И вперёд. На перегон. Обычно я сейчас переливаю брагу насосом. Но сегодня мне лениво его доставать. Есть у меня вот такая 5-литровая большая кружка. Ну, сейчас аккуратненько. Опа. Вот таким вот. Нехитрым образом. Переливаю. Буду поаккуратнее стараться, чтобы не поднять со дна вот эту мульду. Барагулю перелил. Вот мульды осталось довольно-таки много. Здесь. В ней, в принципе, спирты присутствуют. Но я всё равно не буду её сюда вливать. Ну, а вы смотрите, как хотите. Можете с мульдой вот с этой перегонять. Я не буду. Всё. Собираю аппарат. И в работу. Хотя, ребята, что-то подумал я подумал. Слишком много вкуснятины. И решил всю эту мульду тоже слить сюда. Это всё-таки яблочное пюре. Вот. Я думаю, что вкуса ароматики в этом яблочном пюре довольно-таки много. И поэтому всё-таки решил я всё сюда перелить. И конкретно перегнать. Я думаю, так будет правильнее. Принял я вот такое решение. Так, ребята, дело пошло. Запустил я аппарат. Сколько уже в кубе тут температуру показывают? 65 уже. Так, смотрите. Поставил диоптер. В диоптер поставил медную сетку. Далее переходник с 3 на 4. Далее стоит конус. Шляпа. Холодильник. Подключение. Снизу подача. Сверху выход воды. Всё очень просто. Приёмная ёмкость. Перегонять буду практически до нуля в струе. Ну, может, там до 2-3%. На полную мощность ТЭН включен на 3,5 кВт. Прямо в розетку. Без регулятора. Вот, смотрите. Как подключен ТЭН. Сейчас покажу. Ух ты. Так. Вот. В розетку подключен ТЭН. Розетка выделена от щитка у меня. 3,5 кВт. Работаю. Всё. Шпарим на всю катушку. Так. Что здесь у нас? Пошла уже струя. Температуру что там 90 показывает, да? Вон там струя пошла. Наверное, не видно. Отсвечивает. Но ничего. Так. Ну, всё. Дела идут. Контора пишет. Всё нормально. Всё по красоте. Так. Ну, а я... Пускай там всё это перегоняется. А я своими делами занимаюсь. Ребята, обратите внимание. Почти 95 в кубе. Около 8 литров отобрано. Смотрите. Небольшой такой пенозаброс идёт. Учитывайте это. Вот видите. Не сильно, конечно, но слегка пену забрасывает. Хотя изначально этого не было. Но я думаю, в этом страшного в моём варианте ничего нет. Потому что у меня здесь конус довольно-таки высокий. Вот. Но это нужно учитывать. Ну, вот и всё. Перегон завершаю. Что тут показывает термометр нам? Сейчас посмотрим. 99,3. Ну, возможно, он привирает. Так. Здесь 18 литров. Ну, немножко до 18 не доходит. Но если как раз сейчас вылить. Вот этот будет 18. Так. Здесь получается 2% по крепости в струе сейчас идёт. Всё. Перегон завершаю. Завтра разбирать буду аппарат. Сейчас он простоит ночь. Борда остынет. Борда выливаю. Аппарат промою. Проведу замеры. И буду проводить дробный перегон. Итак, друзья, товарищи. Оборудование я всё помыл. Так. Спирт сырец. Сейчас переливаю в куб. Проведу замеры. Далее разбавим. Собираю аппарат. И приступаю к дробной дистилляции. Сырец вылил в кастрюлю. Набрал мерный цилиндр. По крепости сырец 38% получился. Температура сырца 24 по Цельсию. Сейчас разбавляю примерно до 22-23%. В общем, разбавлять нужно от 20 до 25. Разбавляю. И уже собираю аппарат и в работу запускаю. Спирт сырец разбавил. По итогу получилось 28 литров. Очень удобно. Есть шкала на кастрюле. Теперь все. Собираю аппарат. Ставлю медный шлем. Конус. Сейчас сразу включу ТЭН. Чтобы время не терять. Чтобы уже шел нагрев. ТЭН, естественно, при дробной перегонке подключаю через регулятор напряжения. Аппарат я собрал. Запустил в работу. 38 градусов уже почти в кубе. Так, ну вот. Уже ровно 38. Так, пробежимся по сборке. Куб Люксталь. 37 литров. Купольная крышка. Медный переходник с 3 на 4. Далее шлем. Шлем идет с двух сторон. Кламп 4. Далее конус 4 на 3. Термопорт. Ну, такая мини-царка, да, с ниппелем под термометр. Шляпа и холодос. Все. В таком варианте работаю. Сейчас у меня ТЭН включен на максимальную мощность. 3,5 киловатта. Идет разогрев. Сейчас, когда на рабочую мощность выйду, естественно, убавлю. Отбор голов будет в среднем процентов 20. От абсолютного спирта. Абсолютного спирта получается у нас 6550 миллилитров. Отбор голов будет тонкая струйка. Это дистилляция. Это не ректификация. Не путайте, пожалуйста, это. Далее будет отбор тела. Примерно до 70 в струе. Ну, потом хвосты, которые пойдут в следующий перегон в боровую. Ну, вот таким образом работаю. Сейчас отберу головы. Потом поставлю банку, попугай. И через попугай буду контролировать отбор тела. Хотя, по этому поводу еще хочу с вами поговорить, что нужно все-таки купить рефрактометр. От нуля до 80, он вроде идет спиртовой. И смотреть крепость в струе по рефрактометру. Это более правильно, чем через попугай. А на попугае там получается, ну, вот этот паразитный объем, да. И, к примеру, если у вас показывает попугай, ну, допустим, 70, то там по любасу уже не 70, а где-то, наверное, процента на 3 уже точно меньше. Так что рефрактометр надо прикупить. Так будут более правильные будут замеры. Вот в данный момент 83 в кубе показывает. Температура вверху немного подросла. И я вот сейчас чувствую отчетливый аромат голов, который исходит вот отсюда. Из трубочки со связи с атмосферой. Это в данный момент выходят так называемые неконденсируемые легкокипящие фракции, пары. Температура вот 58-59, да, потихонечку растет. И вот они пошли, первые капли легкокипящих фракций. Вот они. Сейчас это будет такая вот тоненькая-тоненькая струечка. Духан от них наимерзейший. Убавил я мощность до 1 кВт. Сейчас работать буду на 1 кВт. Вот они пока что идут покапельно. Это вот самое начало. Ну и сейчас они будут образовывать такую вот струйку. Ну, возможно, знаете, как вот. Такие быстрые-быстрые капли, срывающиеся в струйку. Таким образом отбираем головы. Всё, вот в данный момент идёт уже конкретный отбор голов. Вот, смотрите, какая получается скорость. Сейчас разверну так. Вот такая скорость. Получается быстрые капли, срывающиеся в струю. Это то, что нам нужно. Вообще для отбора голов при дистилляции нам не нужно совершенно возврата флегмы. В этот момент вообще можно даже утеплить вот этот шлем и конус. Там, я не знаю, накинуть какой-то там старый зипун какой-то, да. На вот это всё дело. Нам дефлегмация здесь при отборе голов совершенно не нужна. Нам нужно, чтобы головы вылетели максимально быстро, без дефлегмации. Ну, а далее уже будет идти отбор тела. Там уже схема другая. Там дефлегмация нам нужна, чтобы создать укрепление и некую степень очистки дистиллята. Отбираю головы. Головешки отбираются. И здесь нужно помнить, что когда мы работаем на каких-то фруктовых мурагах, фруктовых спиртах, сырцах, в общем, мы работаем на фруктах, у нас самая ароматика идёт. Это, можно сказать, прям сразу вот за головами, уже в подголовьях, вот самая ароматика у нас идёт. И поэтому здесь зерновая схема отбора голов, она, в принципе, не подходит. Иначе мы таким образом, вот всю вкусоароматику, заберём в голову и выльем, а в тело у нас особо ничего не попадёт. Но в сегодняшнем варианте перегона главенствующую роль играет то, что основа браги – это сахар. Это не конкретно фруктовая брага, это сахар. Поэтому сегодня нам нужно поймать вот эту тонкую грань перехода именно ядерных голов, которую нужно отобрать. Вот нам эту грань нужно уловить, чтобы нам и лишнего не отобрать, вкусоароматику сохранить. И чтобы нам говнеца, скажем так, сахарного не хапнуть. Вот это та ещё задача. Ну, здесь, конечно, нужно подключать свой нос. Нужно нюхать, нюхать и ещё раз нюхать. Отобрал 500 мл голов. Буду отбирать ещё, потому как по аромату мне не нравится. Аромат яблочный есть, но присутствует также изомильный дух. Вот этот ацетонистый дух. В общем, пока что сейчас перелью в бутылку и отбираю головы дальше. Так, 87,6 в кубе. Отобрано ещё пол-литра голов. Сейчас понюхал, всё мне нравится. Значит, отбор голов заканчиваю. Итого, отбор голов – литр. У меня. Всё, сейчас переставляю шланг на банку. И начинаю уже отбор ароматного тела. Мощность подаваемую не меняю. Как отбирал головы на одном киловатте, так и буду отбирать тело на одном киловатте. Так, смотрим, какая у нас начальная крепость после отбора. Голов 82 где-то. 83. Начальная крепость. Всё отлично. 87,6. Температура в кубе. Всё работаю. Отбираю ароматное тело. Так, что здесь у нас? Два литра я уже отобрал. Температура 89,8. Вот, смотрите, два литра отобрано. И крепость у нас 80 в данный момент. Вот даже при крепости 80 пробивается яблочный аромат. Вот, при разбавлении и после отдыха по-любому аромат должен быть отличный. В общем, будем посмотреть. Итак, друзья. Перегон завершается. 94,3. Так, смотрим, что у нас здесь. А здесь у нас ну, 70 практически, да? 70. Угу. 70. Так, отобрано 5 литров. Вот, 5 литров рисочка. Что я сейчас делаю? Я сейчас убираю отсюда шланг в пятишку его и отбираю хвосты. Всё. Дистиллят ароматный у нас отобрано. Ароматное тело. Кстати, яблочком пахнет. Отлично пахнет яблочком. Ладно. Далее. Померяем по крепости. Разбавим. Ну и посмотрим, что в итоге получилось. Ну что, друзья. Хорош уже и хвосты, наверное, отбирать. 4 литра почти он отобрал хвостов. Это вот баночка с ароматным телом. Сейчас замерю, разбавим. На зубок попробуем. Всё как положено. Ну а перегон я останавливаю. А хвосты эти вылью в брагу. Вон, бочки у меня стоят. Пускай будут. Так, что же у нас здесь получается? 5 литров отобрано чисто и как слеза младенца. Решил я провести замеры 78,5 получается по крепости. Но я уже там всё записал. Это вот вам только бы показать. Вот, 78,5 и температура комнатная. Температура 25. Я уже там всё рассчитал, да? Сейчас всё покажу. Вот там температуру сейчас замеряем. В общем, в итоге я сейчас буду разбавлять до 40 градусов. Вот что интересно, что характерно, что прям вот он крепкий, да? А яблочком пахнет. Вот это мне уже нравится. Вот. Так, температура. Температура 25. получается корректировку вот я провёл. У меня здесь вот всё записано. Вот. Провёл я корректировку. Реальная крепость получается 76,9. Вот оно всё здесь. Вот я всё здесь записываю. 76,9, но бог с ним там можно округлить, да? До 77. Сейчас я купил водички сходил, разбавлю до 40 и поставлю на отдых. Смотрите, друзья, нужно, чтобы он отдохнул, тогда вкус ароматика в нём раскроется вот с той силой, с которой нужно. Вот сразу, изначально, вкус ароматика будет всё равно не такая. Она будет, но будет не такая. Обязательно напитку нужно отдохнуть. 2 недели это прям минимум. Я вообще, наверное, на месяцок поставлю. Но всё равно, сейчас я разбавлю и всё равно мы с вами попробуем, что там по вкусу ароматики будет. Ну, а потом уже в каком-нибудь отдельном видосике проведём уже такую дегустацию, когда, ну, месяцок может быть пройдёт. Вот. Там уже посидим, посмакуем, поговорим. Так, всё, разбавляю. Ну, взял я другую банку, разбавил. Разбавил, ну, получилось практически там, вот, практически 10 литров. Вы смотрите, как слеза младенца чистая, вообще, обалдеть. Аромат, я был приятно удивлён по аромату. Сейчас вот супруге давал понюхать, она тоже говорит, да, пахнет яблочком. Вот даже сразу после разбавления уже есть аромат яблока. Такой нежный, лёгкий, ненавязчивый аромат яблока. Спирта вообще не чувствую. Я представляю, какой будет напиток бомбезный после того, как он отдохнёт и, ну, всё в нём разойдётся, вот как положено. Все вот эти процессы там угомонятся, устаканятся, все молекулы между собой поженятся. Спиртом не пахнет вообще, можете мне поверить, но если не верите, возьмите сами и проверьте. Вообще спиртового аромата нету. Вот есть аромат, лёгкий аромат яблочко по крепости. Не знаю, видно будет, не видно. горит, бензин. Красота. Я думаю, всё видно. Да. я доволен. Сейчас далее решил провести ещё какой эксперимент. Сейчас попробуем глоточек. Знаете, какой эксперимент? Всё-таки 10 литров нормально получилось. Вот. Сейчас я возьму, я купил яблочки. Сейчас возьму, сделаю баночку, ну, маленькую возьму какую, трёхлитровую, наверное, да, налью туда литр-полтора вот этого дистиллята замечательного. Возьму яблочко, яблочко я купил зелёное, называется Грэнни Смит, вот эти вот такие зелёные, кислые, такие твёрдые яблочки, и поставлю на нём висельника. Вот сделаю эксперимент такой, попробую. Я думаю, должно получиться вообще бомболейло просто. Ну, что ж, пробуем. Вот удивлён, даже после разбавления не пахнет спиртом, нет спиртовой резкости. Так. Яблочко. И во вкусе яблочко. Во вкусе яблоко даже более преобладает, чем в аромате. Класс. Отлично. мягко. Ну, возможно, чуть-чуть прям рисковато. Самую малость может быть рисковато. Но это из-за того, что разбавил вот буквально тут прошло полчаса. Мягко, вкусно. Яблочко присутствует. Сказать, что я доволен, да. Я реально доволен. Пробуйте, ребята, берите, пробуйте. Только перегоняйте вот именно в таком вот режиме, как я, перегонял. Вообще красота. Прекрасный напиток получается. Даже не скажешь, что там присутствует сахар. Отлично. Как будто сахара там и нет. Ни на вкус, ни на аромат. Вообще, как будто сахара нет. Легкое яблочко. Все, ребята, всем пока. От души. Вот, всем желаю, попробуйте вот на вот этих канистрах поставить. Мне очень зашло. Мне очень понравилось. Я думаю, вам тоже должно понравиться. Прекрасно. Пока, друзья. Будь добру. Ждите новых интересных экспериментов. Редактор субтитров Корректор А.Егорова